День памяти героя Советского Союза Виктора Усова с на годы 105 годзе, а его народжение прошел в Гродне. Пляцовкой проведения основных мероприемств стали Гродинская пограничная группа и школа номер 3, которая уже омаль как в 40 годах носит гоноровое имя для домога лейтенанта героя. Для третьей школы особливая миссия бережлива заховывать память об выбитном пограничнику. Больше за 40 годов тут дейничает Мемориальный музей славутого командира, начальника третьей пограничной заставы 86-го августовского погранотрада Белорусской пограничной округи, який 22 червеня 1941 года принял первый удар немецких захопников и загинул в возрасте 24-х годов. Урачистое мероприемство напомина подвигу пограничников, який обороняли Радиму. С 2016 года у школы вядзется набору кадетские классы военно-патриотичной накерованости. Зараз тут учатся 122 кадеты. Многие плануют связать свое життё с пограничной службой. Мы очень много стреляем, собираем, разбираем оружие. Вот с моими отгласниками мы стреляем абсолютно каждую неделю, стоя, лёжа, то есть тренируемся, навыки получаем. История Великой Отечественной войны. Потом каждый год мы ездим в лагеря на заставу Виктора Михайловича Усова и в Сморгоневый институт, в учебный центр института пограничной службы. На протяжении целого месяца у нас проходили мероприятия, приуроченные к этой дате. Ребята писали письма герою. Всегда традиционно, накануне дня рождения Усова, ребята становятся октябрятами. Мы вручаем, повышаем звание нашим кадетам. Ребята встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, посещают заставы нашего гарнизона. Уже шмадых годов школа тесно супрацовничает с первой заставой их родинской пограничной группы, якая так само носит имя выбитного командира. Цекаво, что застава один и у Беларуси, якая уже как 80 год не меняла дислокацию. Пограничники организовывают занятки с военно-патриотичными классами, тренировки, ведут строевую подрыхтовку и становятся гостями усих школьных тематичных мероприемств. Ежегодно учащиеся средней школы принимают участие в соревнованиях по прикладным видам спорта, а также в торжественных мероприятиях, проводимыми органами пограничной службы. Проводимая работа уже на начальном этапе позволяет сформировать у ребят морально-психологическую и физическую готовность к службе в органах пограничной службы. Продолжение следует...